всем привет с вами сергей проект по сегодня хочу рассказать об авторе точнее его самом свежем произведении который называется возвращение автор блэйк крауч я практически все что на русском языке было изданного этого автора прочитал и вы можете найти мне даже плейлист блэйк краучей там как раз и это видео будет находиться поэтому если вам автор интересен его мнение о нем посмотрите еще и другие отзывы книги там разные разные жанры автор экспериментирует и я даже не скажу какое произведение у него самое лучшее самый свежий роман я вам сейчас покажу как он выглядит мне понравился но есть него определенные минус понравился мне своей как ни странно научностью своим интересным подходом к к времени к к эффекту бабочки к помните вспомнить все вот это все если смешать то будет довольно интересный коктейльчик здесь два главных действующих лица это хелена которая ученая и она вообще хотела разобраться с про болезнь альцгеймера она начинает разбираться с памятью что это такое как это работает что такое воспоминание и как можно их восстановить исправить чтобы можно было помочь тем кто болеет этой страшной болезнью а другой горы это барри детектив которые расследуют довольно необычные дела дело в том что внезапно у некоторых людей получился синдром ложной памяти когда они вспоминают как они жили другой жизнью что вот у них там есть дети они делали то 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 а там пережили смерть какого-то перцы человека друзей или вообще вспоминают как они в другом штате жили и прочее прочее не могут даже с этим жить некоторые кончают даже самоубийством из-за этого из-за того что вот в голове такой ковардах у них начинается они помнят несколько своих жизней вот которые прямо сейчас параллельно так сказать происходили его этот момент зацепил он начал сам расследовать тем более еще узнал что вроде бы это даже как-то заразно потому что у других людей тоже начинает появляться такое и потихоньку все закручивается здесь уже какой-то триллер пошел с расследованием какая-то организация вмешивается и мы понимаем что здесь вот как раз появляются какие-то то ли параллельные реальности то ли хронопутешествия вот это все будет все мешаться в такую гремучую гремучую смесь пока даже не понятно почему этих двух героев разделили ну там узнаем как они сойдутся и что из этого всего будет происходить мне понравилось разбираться во всех этих перепитях вот хотя для кого-то покажется довольно странно там когда читаешь сначала не понятно ли детектив то ли триллер то ли фантастика то ли боевик так немного жанровые какие-то я бы сказал колебания тут и ты читаешь не можешь пока понять ну как воспринимать книжку то есть чистую фантастику или здесь все-таки это расследование идет или здесь путь научная какая-то даже версия выдвигаться и все нормально расшифруется без каких-то ну невозможностей но потом все объединяется и получается все-таки фантастическая книга связанная с с изменением во времени с игрой вот этой с этими эффектами что будет если в прошлом что-то изменить и как это аукнется и во что это может вылиться вот можно ли избежать чего-то если судьба интересные моменты тут подымается в книге много экшена здесь будут и стрельба и гибель и эффект вот зацикливание когда ты временная петля какая-то ты не можешь не с выбраться это все будет у меня хорошо крауч разруливать по крайней мере есть еще один минус то что в конце все как-то очень скомканно и быстро произойдет то есть довольно долго мы варимся пытаемся въехать что здесь как создавалось может там параллельно разное время описывается там открытие до открытия жизнь после открытия там всякие скачки туда-обратно будут возвращаться немного путаница такая будет какой период там времени сейчас описывается кто в каких взаимоотношениях находится и прочего там поймете почему так сложновато будет по мере чтения вот но потихоньку все выравнивается герои встречаются и у них там взаимодействие начинается все этот клубок начинает раскручиваться и в конце а вот ты ждешь ждешь ну какой здесь будет финальный штрих мне понравился как раскрылась основная там интриги как все закончилось кто это все сделал то затем стояла как этот эффект использовался и опять же после прочтения романа сидишь и думаешь вот действительно что такое время а что такое память а что такое наше воспоминание что такое вообще мы сами вот как мы себя воспринимаем и можно ли изменить что-то в прошлом чтобы это изменится ли от этого наша жизнь вот ну интересные такие вопросы вот стоит ли поступки какие-то ну корить себя за какие-то поступки или надо было поступить по-другому и как раз таки кравич позволит нам заглянуть что было бы если бы да то есть есть поменять 6 делать какой-то поступок по-другому к чему это все может привести интересно сама задумка связанная с миром с время ощущениями в целом мне роман понравился я не скажу что это прям топ из крауча но скорее всего как раз таки очень близко к его тройке я даже скорее внесу в тройку то есть те же сосны до те же если близко по духу это вот темная материя наверное но она проигрывает как ни странно возвращениями главное вот в начале удержать внимание не не распылить сосредоточиться на книге чтобы понимать что где кто находится и потихоньку все это сведется в шикарную хорошую картинку не отвлекаться на другое иначе там ну да тяжело в начале там все описано игры вот эти все скачки не совсем все понимаешь но потом когда сядешь уже на коня как говорится ты поймаешь сюжет и будешь уже с удовольствием смотреть ну как же это все закончится ну как найдут выход из этой ситуации к чему это все придет а там и глобальные проблемы будут и очень долго даже так хорошо он так замахнулся вот и хорошо это все разрулил читайте хорошие книги с вами был сергей проект по пока а и